Ну что, давайте приступать. Сегодня мы закончим говорить про Stream API и поговорим немножко про ввод-вывод в Java. Как обычно, если у вас возникают вопросы, то отправляйте их в чат, и я буду по ходу дела на что-нибудь отвечать. В прошлый раз мы закончили на том, что рассмотрели некоторое количество стандартных коллекторов, разобрались, зачем они нужны, и посмотрели на интерфейс коллектора. Мы выяснили, что, во-первых, этот интерфейс параметризован тремя типовыми параметрами TAR, где T — это тип элементов, которые мы собираем, R — это тип результата, то есть элемент, в который мы собираем, и A — это тип промежуточного накопителя, который используется коллектором для хранения промежуточного результата. И иногда A и R совпадают, но это зависит от реализации коллектора. Часто, кстати, если вы будете смотреть на сигнатуры всяких методов из класса коллектора, если вы будете смотреть на всякие коллекторы вроде Toolist, вы будете видеть, что в качестве аккумулятора в публичном интерфейсе вопросик, то есть это означает, что вас не должно касаться, какой там используется аккумулятор. Более того, например, в следующей версии Java аккумулятор может измениться, стать каким-нибудь другим. Но давайте все-таки поговорим, как писать свой собственный коллектор. Во-первых, вы можете реализовать этот интерфейс вручную, но иногда удобнее взять существующие методы, которые есть прямо в этом интерфейсе, статические методы. Они называются collector.off, и у них там два варианта, два оверлода. То есть тут немножко путаница, что есть класс collectors с буквой S на конце, в котором только статические методы. Это утилитный класс, и, соответственно, он содержит вот всякие полезные коллекторы для вас, либо комбинаторы коллекторов. А есть интерфейс-коллектор без буквы S на конце, в котором есть вот эти вот два статических метода off, ну и также нестатические методы коллектора. Значит, собственно, тут предоставляются довольно-таки понятные оверлоды. Вот нижний лучше сперва посмотреть. Он содержит, собственно, четыре лямбды, которые вы подаете, ну, четыре функции, точнее, supplier, аккумулятор, комбайнер, финишер и характеристики. Характеристик там всего три, вот, и они, ну, такие не очень интересные. Одна из них означает identity finish. Это значит, что ваш финишер ничего не делает, а просто берет A и возвращает его же в качестве R. Другая характеристика on-order, это означает, что в данном коллекторе порядок элементов никак не важен. То есть мы их можем подавать в коллектор в любом порядке, это не отразится на результате. Но пример — это коллектор с to set. То есть он собирает в set, и так как в set все равно нет порядка, мы можем их собирать в любом порядке. И concurrent — это означает, что этот коллектор можно использовать один и тот же, то есть писать в один аккумулятор из разных потоков. Это там может использоваться для оптимизации параллельных стримов. Ну, в большинстве случаев можно эти характеристики никакие вообще не указывать, все будет нормально работать. Соответственно, если у вас действительно финишер отсутствует, то есть результат такой же, как и аккумулятор, то вы можете использовать верхний метод, ему финишер вы не указываете. Характеристики тоже можете не указывать. Этот метод сам автоматически добавит identity finish, вот эту вот одну характеристику. Вообще говоря, я вот видел в интернете довольно много тюториалов, мол, из разряда «пишем свой коллектор». Вот, но практически всегда там такой пример иллюстрируется, который можно сделать без написания своего коллектора. То есть люди пишут свой коллектор, но по факту можно было скомбинировать существующие и добиться того же результата, используя вот всякие там to-map, grouping by и так далее. Ну, либо вообще не используя, например, коллектора, используя обычные операции стримов, вроде там map-фильтр, там distinct или еще что-нибудь. То есть на самом деле придумать хороший, несложный пример, когда вам действительно нужен свой коллектор, это тоже нетривиальная задача, потому что в большинстве случаев он вам не нужен. Вот. Но у меня вот такой пример, хотя, как мы увидим, его тоже можно переписать через стандартные коллекторы, но с некоторыми оговорками, начиная с 12-й Java только. Вот. Это коллектор min-max. То есть вот задача сформулирована. Как вы знаете, с помощью стримапи можно считать минимум, можно считать максимум. Ну, вот поставим такую задачу. Мы хотим одновременно находить и максимальный элемент, и минимальный элемент в потоке. Ну, например, если несколько там минимальных, будем искать самый первый, который попался, если несколько максимальных, тоже самый первый. Вот. За один проход стрима со стандартными коллекторами вроде бы этого не сделаешь, потому что, ну, придется сделать сперва там стрим, что-нибудь, точка min-компаратор, потом стрим, то же самое, max-компаратор. Вот. Но, как я говорил, не каждый стрим можно обойти вообще два раза. Он может поступать там из сетевого ресурса, или это может быть стрим случайных чисел, или еще что-нибудь. Вот. Поэтому иногда хочется все-таки в один проход решить сразу несколько задач. Вот. Как раз в этих ситуациях может оказаться, что написать свой коллектор разумно. Ну, вот пишем коллектор min-max. Первым параметром мы ему будем передавать компаратор. Например, в данном случае будем сравнивать строки по длине. Тут никаких проблем. Вот. А дальше возникает вопрос, как нам вернуть два значения одновременно, и минимум, и максимум. И при этом нам нужно еще отреагировать на ситуацию, когда у нас стрим пустой, то есть у нас нет ни минимума, ни максимума. Если бы в Java был какой-то стандартный класс типа пара, то можно было бы, ну, там вернуть пару, собственно. Но в Java такого класса нет, и создавать его самим не хочется. Потому что, ну, вот мы пишем такой библиотечный коллектор, и одновременно вводить в библиотеки какую-то абстрактную пару не хочется. Тем более, пока мы пишем этот коллектор, ну, мы про семантику этих минимума и максимума ничего не знаем. Мы не знаем, как их, можно ли их объединить в один объект. А пользователь, который этот коллектор запустил, он уже что-то про это знает. Поэтому хорошее решение. Давайте самого пользователя попросим, чтобы он сам решил, как, собственно, эти два значения объединить в одно. Это сделать легко. Мы вторым параметром просто будем принимать бифункцию, которая берет два аргумента, собственно, посчитанные минимум и максимум, и каким-то образом склеивает их в один аргумент. То есть если у пользователя есть свой класс пары, то, пожалуйста, он может написать min, max, стрелочка, new pair, min, max, или даже pair, двоеточие, двоеточие, new, используя метод reference. Но мы, например, у нас класса пары нет, но, скажем, мы хотим сразу же эти минимумы и максимум превратить в строчку, разделив их разделителем, вертикальной чертой. При этом сама эта функция, она работает непосредственно с минимумом и максимумом. Но, разумеется, если у нас минимума и максимума нет, то эту функцию просто вызывать никто не будет, потому что смысл ее вызывать, если у нас стрим пустой. А вот сам коллектор, он уже нам будет возвращать optional. Optional от того значения, которое нам вернула, собственно, вот эта вот самая функция. В итоге у нас получается, ну вот мы хотим пользоваться этим примерно так. То есть мы делаем collect, min, max, после этого пишем компаратор и объединяем найденные минимум и максимум в наш объект, ну, например, вот в строку. После этого мы получаем optional, ну и, например, у него выводим его, если он присутствует, и в present system out println. Ну и нетрудно понять, что мы должны получить что-то такое. То есть сперва самое короткое слово, из этого потока, потом трубу, и потом самое длинное слово. Ну, если длина одинаковая, то первое из тех, которые встретились. Вот, собственно, как мы хотим этим пользоваться. Заметьте, мы довольно долго обсуждаем внешний вид того, что мы еще не написали, и это, в принципе, правильно. Когда мы дизайним новый API, вполне разумно начать подходить с того, а как им пользоваться. То есть у нас еще нет никакого написанного кода, но мы вот пытаемся понять, как мы им воспользуемся. Это особенно любят апологеты TDD, Test Driven Development, когда тесты для кода пишутся вперед самого кода, и, в частности, это инструмент дизайна. Давайте вот в тестах будем писать, как мы хотели бы использовать методы, которых еще нет. Вот. Да, ну это повторение, можем не останавливаться. Теперь давайте попытаемся сформулировать сигнатуру метода. Ну, во-первых, понятно, у нас есть какой-то утилитный класс, в котором мы хотим этот метод разместить. Хорошо. Метод, очевидно, должен быть статический, потому что он не должен зависеть от инстанца класса, вот наподобие того, что уже есть в существующем методе коллекторс. Можем там назвать класс myCollectors или коллектор утилс или еще что-нибудь такое. Вот. У него должно быть два type-параметра. Во-первых, это тип собираемых элементов. Во-вторых, это тип результата. Но непосредственно тип результата, а тип вот того, что вернет наша функция, а результат-то мы завернем в optional. Вот. Не тот, не другой тип, мы не знаем. Мы хотим сделать обобщенный коллектор, который может работать с любыми элементами и возвращать любой результат. Ну, понятно, завернутый в optional. Вот. То есть сигнатура должна быть примерно такая. Мы должны вернуть коллектор, который собирает элементы типа T. Аккумулятор у него не важно что. Пользователю снаружи не важно. Нам внутри это будет важно, конечно, но мы пользователю снаружи ничего не говорим про это. И, наконец, тип результата, optional.tr. Метод будет называться minmax. С этим все понятно. Давайте подумаем, как написать параметры этого метода. Должен быть компаратор первым параметром. Мы помним про pex-сигнатуры, так как компаратор является, по сути дела, потребителем наших элементов, то есть мы их в него запихиваем, то consumer super, соответственно, тут должно быть вопросик super t. Вот. Собственно, вот такой компаратор у нас. И, наконец, функция, которая объединит минимум и максимум в окончательный результат. Ну, это, собственно, b-function из стандартной библиотеки, из пакета java.util.function. Там single abstract метод принимает два параметра. То есть тут у нас будет вопросик super t. Это минимум, вопросик super t. Это максимум, вопросик extens a. это, собственно, окончательный результат. Понятно, что там не должно быть null, потому что мы этот окончательный результат завернем в optional. Но при этом, заметьте, у нас могут быть null в самом стриме. То есть на самом деле, если финишер умеет там null превратить в не null, то наш коллектор будет дружественный к null. Кстати, не все стандартные коллекторы дружественны к nullам. И даже, по-моему, это не всегда упомянуто в документации. Поэтому будьте очень внимательны. Если у вас стрим с nullами, какой-то коллектор неожиданно может не заработать. Ну вот, мы написали сигнатуру нашего метода, и практически это уже полдела. Разумеется, еще важная часть — это написать к нему документацию. То есть объяснить, что такое компаратор, что такое финишер, какие к ним требования, что будет делать этот метод, если мы где-нибудь null подадим, например, и так далее. Ну, давайте, собственно, писать реализацию. Во-первых, нам нужно подумать, а что же будет нашим аккумулятором. Я в таких случаях люблю аккумулятор просто создать локальным классом. Ну, то есть, очевидно, снаружи minmax нам этот аккумулятор точно не нужен. Мы, значит, внутри его попытаемся определить. На мой взгляд, вот такой аккумулятор будет хороший. Во-первых, мы будем держать текущее значение минимума и текущее значение максимума. Кроме того, мы будем держать отдельную булевую переменную, означающую, а есть у нас вообще хоть один элемент или нет. То есть, если бы мы были недружелюбны к nullам, мы могли бы считать, что если у нас минимум и максимум null, значит, у нас ни одного элемента нет. Но если мы пытаемся быть дружелюбными к nullам, то этот вариант нам не подойдет, потому что мог в стреме быть первым элементом null, и тогда мы не отличим отсутствие элемента от наличия одного null. Поэтому имеем дополнительный флаг. Ну, вот такая структура данных меня устраивает. Собственно, теперь операторы этого самого коллектора. Помним, что там есть supplier, аккумулятор, комбайнер и финишер. Значит, довольно удобно писать эти операторы в виде методов вот этого самого локального класса, а потом использовать их как ссылки на методы, когда мы уже будем собирать окончательный коллектор. То есть, можно бы было их написать прямо лямбдами, но мне кажется, что если им дать конкретное имя, объявить метод полноценный, то это будет как-то красивее смотреться. Хотя это дело вкуса. Вот как будет выглядеть метод add. Соответственно, в него приходит новый элемент. У нас есть два варианта. Если еще ничего не было, нижняя ветка, либо если уже что-то было. Если ничего не было, мы просто считаем, что вот этот вот первый элемент, который нам добавили, это и минимум, и максимум. Разумно, да? И present, соответственно, true. То есть, теперь у нас уже есть хотя бы один элемент. Если же что-то уже было, нам нужно взять наш компаратор и сравнить новый элемент с текущим минимумом и текущим максимумом. Я вижу вопрос, где проверка на null.ptr? На null.ptr чего? Нull.ptr какой переменный? Минимум, максимум, да, может быть null. Как раз я про это, собственно, и говорю, что у нас наш коллектор null-friendly, и, соответственно, если нам в метод add передали null, то ничего страшного. Мы должны, тем не менее, этот null нормально обработать. Ну, это при условии, естественно, что наш компаратор null-friendly, но компаратор нам снаружи дали, то есть, если человек дает стрим с null-ами, то логично ожидать, что и компаратор даст, который null-ы умеет воспринимать. Кстати, еще один вопрос. А есть ли проверка на null вот этих вот самых компаратора и финишера? По-хорошему, ее стоит добавить, потому что может оказаться, что, например, мы случайно передали в качестве компаратора null, но протестировали сперва только на стриме из одного элемента. На таком стриме компаратор ни разу не вызвался, а у нас все сработало. И мы остались в счастливой уверенности, что null в качестве компаратора передавать можно. По-хорошему, лучше проповедовать принцип fail-fast, то есть, упасть как можно скорее. И в самом начале метода написать там objects required on null cmp. То есть, если у нас компаратор null, то мы сразу падаем вне зависимости от того, сколько у нас вообще будет элементов в стриме. Вот. Ну так, в общем, метод add мы написали. Теперь более интересная штука. метод combine. Он используется в том случае, если у нас был параллельный стрим. А в параллельном стриме, как я уже говорил, наши данные могут поделиться на несколько кусочков. Причем эти кусочки, они останутся все еще упорядоченными. И для каждого кусочка наш коллектор будет выполняться отдельно. И, соответственно, в каждом кусочке будет свой аккумулятор. А в конце, когда надо будет уже результаты по разным тредам собирать в один результат, собственно, будет вызван комбайнер. Комбайнер, он дает нам некоторую свободу. Это такая бифункция, которая принимает левый аккумулятор, правый аккумулятор, и мы должны вернуть аккумулятор. Причем в нашем праве вернуть левый аккумулятор, либо вернуть правый аккумулятор, либо вообще сделать новый аккумулятор и его вернуть. Это нам дает некоторую свободу и некоторые возможности для оптимизации. То есть смотрите, что мы делаем. Важно, кстати, обязательно проверить, что в аккумуляторах в левом и в правом хоть что-то есть. Некоторые люди про это забывают, потому что думают, но если мы делали параллельный стрим, то значит, наверное, у нас много элементов, потому что если у нас элементов не было вообще, то смысл это параллелить. И поэтому мы можем рассчитывать, что и в левой, и в правой части хоть что-то есть. Но на самом деле это неправильно. Причем я один раз поймал на этом даже Стюарта Маркса, который один, собственно, из авторов стрима API. Он писал ответ на Stack Overflow, где писал свой коллектор и не обработал эту ситуацию, думая, что она невероятна. На самом деле эта ситуация очень даже вероятна и возникает она легко. Например, у нас был простой, ну, в качестве инпута у нас был там длинный массив, там, я не знаю, на миллион элементов. И вполне разумно, что мы этот массив распараллелили, раскидали на несколько потоков. Но после этого в стриме идет фильтр, и после этого в каждом потоке этот фильтр применяется. И так получилось, что этот фильтр ни одного элемента не пропустил. Это вполне реальная ситуация. То есть фильтр мог сказать, что ни один элемент мне не подходит. И тогда каждый поток после фильтра уже имеет ноль элементов. И после этого все элементы, которые прошли фильтр, добавляются в коллектор. То есть в каждом потоке создается новый аккумулятор, и, собственно, туда не передается ни один элемент. А потом эти аккумуляторы комбинируются, комбайнер будет вызываться, и, пожалуйста, мы получим необходимость комбинировать пустые аккумуляторы. Либо возможно, что один пустой, другой не пустой, или наоборот, но это уж как фильтр отработал. Так что вы не должны не иметь никаких предположений относительно того, сколько элементов вы аккумулировали. Ну, тут все довольно просто. Если в правом аккумуляторе ничего нет, значит, мы просто возвращаем левый аккумулятор. Если в нашем ничего нет в левом, значит, мы возвращаем правый аккумулятор. Все после этого у нас гарантированно и в левом, и в правом что-то есть. То есть мы эти граничные случаи обработали. Теперь мы берем аккуратненько, применяем компаратор, и, опять же, мы могли бы создать новый аккумулятор, но зачем у нас есть два аккумулятора уже готовых, тот, который ZIS, и тот, который other, и мы можем любой из них испортить, нам без разницы. Ну, мы будем и портить ZIS, потому что это как-то логичней. Они дальше уже нигде использоваться не будут. Соответственно, мы просто в ZIS перезапишем other min и max в other max, если other оказался лучше. Ну, и, соответственно, return ZIS. Здесь, кстати, везде нужно очень аккуратно смотреть, как мы применяем компараторы, когда перезаписываем, чтобы соблюдать тот вариант, что если у нас два элемента равны с точки зрения компаратора, то мы всегда должны выбирать левый элемент. Потому что, если неаккуратно эту ситуацию обработать, можем случайно вернуть правый элемент, когда они равны. И далеко ни первый, ни второй, ни третий тест вам этого не покажут. Потому что часто может оказаться, что действительно без разницы, какой элемент вы вернули, но потом придет пользователь, которому разница есть и окажется, что ваш коллектор работает неправильно. Поэтому никогда не забывайте про граничные случаи. Вот, собственно, самое сложное мы сделали. Теперь возвращаем результат. Пользуемся методом collector.off, у которого там четыре функции плюс характеристики, но характеристики нам не интересуют. Supplier – это просто создание нового аккумулятора. Мы делаем OCC new метод reference, аккумулятор OCC add метод reference, комбайнера OCC combine метод reference. Ну и финишер могли бы тоже написать методом, но тут уже довольно компактная лямбда, и я ее написал прямо на месте. Очень просто. Если мы хоть что-то саккумулировали, то мы берем минимум-максимум, подаем это в тот финишер, который нам передал пользователь, и заворачиваем в optional.off, заметьте. То есть, если тот финишер пользовательский вернул null, то мы здесь упадем с NPE, потому что мы просили пользователя не возвращать null из финишера. Но все еще подчеркиваю, если в аккумуляторе у нас лежали null, то ничего страшного, финишеру мы их передадим, но дальше он уже их как-то в ненулевой объект сможет скомбинировать. Вот. Если бы мы здесь использовали off-nullable, то мы бы не могли отличить ситуации, когда в нашем стриме вообще не было элементов, либо когда элемент был, но финишер вернул null. Это плохо, что эти две ситуации не отличаются, лучше все-таки кидать исключение, если финишер возвращает null. Вот. Ну и, соответственно, если ничего не было, optional empty. Тут все довольно просто. Вот. Все, мы написали этот коллектор, и это был, ну, такой, не самый простой пример, но, по крайней мере, он показывает, во-первых, как, в принципе, писать коллекторы, во-вторых, как жить немножко так, с такими нетривиальными дженериками, когда у вас все идет с такими обобщенными функциями, и вы не работаете с конкретными типами, в принципе, такой вот очень обобщенный код, его писать можно. Но я говорил, что все-таки такой коллектор можно реализовать, начиная с Java 12, используя комбинаторы. Сделать это можно следующим образом. В Java 12 появился новый стандартный комбинатор Tink, называется. Его реализовал я, и он позволяет как раз объединить два существующих коллектора в один. У него такая вот сигнатура, он принимает первыми двумя параметрами два коллектора, а третьим параметром он принимает примерно вот такую же бифункцию, которую мы использовали в MinMax, но это просто объединение результатов этих двух коллекторов. То есть предоставь мне два коллектора и предоставь рецепт, как результаты этих двух коллекторов объединить в один. Собственно, вот так это можно сделать. Коллекторы MinBuy и MaxBuy уже существуют в стандартной библиотеке, каждый из них возвращает optional, и здесь мы должны просто взять, ну, мы могли пользоваться методами типа opt1 is present, opt2 is present, но можно это сделать хитро с помощью метода map, потому что если opt1 пустой, то мы финишер не вызовем, чего мы добивались, а если opt1 не пустой, то мы можем его значение промэпить через финишер, но нам при этом нужно достать значение из opt2, но мы совершенно точно знаем, что opt1 и opt2 они пустые одновременно и не пустые тоже одновременно, потому что minby и maxby возвращают пустой optional, только если стрим был пустой, и наоборот не пустой optional, если стрим был не пустой, то есть они одновременно работают, поэтому opt2 get здесь вызвать совершенно безопасно, там точно всегда будет элемент, потому что это вызывается только в том случае, если map отработал, а map вызывает свою функцию, только если opt1 не пустой. Вот, то есть в принципе то, что мы выше написали, можно реализовать гораздо проще, там в 4 строчки, но мы, во-первых, немножко потеряли в производительности, потому что если там у нас был один вот такой плоский аккумулятор с тремя полями, то здесь у нас более сложная иерархия оберток, потому что в minby свой аккумулятор, в maxby свой аккумулятор, и в ting свой аккумулятор, который объединяет те два аккумулятора, потом там идут заверутки в optional и идут разверутки в optional, то есть тут больше аллокации у вас будет в процессе работы, соответственно, это будет чуть медленнее. И вторая проблема это то, что minby и maxby, если минимальным элементом оказался null, то они сразу упадут с null pointer exception, потому что они сразу заворачивают в optional. То есть наш новый коллектор, он перестал быть null friendly. Соответственно, здесь уже в финишер у нас nullы никогда не придут. Ну, видите, финишер вызывается только внутри map, и там op2 get, то есть ни t, ни op2 get, они никогда не могут быть nullами. Соответственно, этот коллектор уже не null friendly, то есть если вы хотите написать хороший библиотечный метод, который в том числе и с nullами работает, то все-таки такой коллектор стоит написать вручную. Ну вот, на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем про Stream API, мы еще вернемся к ним немножко, когда будем говорить про многопоточное программирование, наверное, или на следующей лекции, или через одну, а пока что мы перейдем к другой важной теме, это ввод-вывод. Тоже тут можно рассказывать очень долго, поэтому это все будет достаточно по верхам. Значит, сперва стоит поговорить про потоковый ввод-вывод, который есть в Java. Это классы из пакета Java I.O. I.O. Input-Output, это ввод-вывод. Ну и тут есть такие понятия Input-Stream и Output-Stream, но они не имеют никакого отношения к тому Stream-API, с которым мы только что покончили, хотя слово Stream здесь присутствует. Эти классы они наличествуют там с самой первой Java очень давно и, собственно, они работают конкретно с потоками Byte, API у них естественно совершенно не такой, как в Stream-API. Вот некая путаница в терминологии, но к этому можно привыкнуть. И, соответственно, Reader и Writer. Это вот такая вот матрица 2х2, то есть мы работаем либо с байтами, либо с символами, либо читаем, либо пишем. Вообще, как бы, я уже, по-моему, упоминал про это, но стоит сказать еще раз, что есть два отдельных мира. Есть мир Charakter'ов и стрингов. Charakter'ы и стринги, они, в принципе, дружат друг с другом. Стринги можно всегда в char-array превратить, из char-array можно создать стринг, там можно какие-то куски из char-array в стринг и так далее конвертить. Никаких проблем нет. А вот если вы хотите, у вас есть байты, вы хотите перейти к char-array или к стрингам, либо наоборот, то эти штуки, они в разных мирах. И чтобы перейти, нужно кодировать, то есть нужно произвести или энкодинг, или декодинг. Если энкодинг, то вы байты в char-array, если декодинг, то char-array в байты. И поэтому вы всегда должны думать, какая у вас используется кодировка в этом месте. Ну, чаще всего используется UTF-8, но может оказаться, что это не всегда. Поэтому когда вы используете какой-то метод, то надо понимать, что вы получите в результате и с какой кодировкой вы будете работать. Помните также, что файлы на диске это всегда байты. То есть жесткий диск, там файловая система, она, как правило, не знает про кодировку вашего файла ничего. Поэтому если вы открываете файл, то вы из него можете читать только байты. А если вы хотите читать символы, то вы должны эти байты перекодировать в символы. Есть какие-то форматы файлов, в которых перекодировка делается автоматически. Ну, например, формат файла XML, у него в заголовке указывается кодировка и есть надежда, что читатель XML, он достаточно умный, чтобы декодировать этот заголовок, прочитать кодировку и уже дальше понять, в какой кодировке все делать дальше. Но декодирование заголовка тоже такая получается в некотором смысле эвристичная процедура, потому что теоретически может существовать такая кодировка ни на что не похожая, несовместимая с ASCII-7 и заголовок будет совершенно нечитаемый и такой XML-файл вы не сможете прочитать просто так. Да, ну, давайте сперва поговорим про input stream и output stream, которые работают с байтами. Вот, у них сперва про input stream. Вот, API у него вот такой классический, он довольно мутный, с ним тяжело работать. По факту там вот есть три метода, которые что-то читают. Есть метод read, который, собственно, читает один байт. Ну, байт, вы понимаете, это от нуля до 255, но хотелось еще сказать специальным образом, что наш поток закончился. Для этого ввели специальное значение минус один. Соответственно, результаты, в стандартный тип байт уже не влазит. И, собственно, решили результатом возвращать int. Но на самом деле там может быть либо минус один, либо от нуля до 255. Никаких других intов не может быть. Ну, такая стандартная ошибка, это взять read, вычитать один байт и сразу же его кастануть, например, к байту. Тогда у вас байт 255 он сольется со значением минус один. То есть после этого, если у вас было, вы из потока прочитали значение 255, ну, например, там в кодировке cp1251 это русская буква я, вот, то, а потом его кастанули к байту, то у вас эта русская буква я, она превратится в минус один. И после этого вы уже не можете отличить, закончился ли файл или вы прочитали русскую букву я. Вот. Такие баги я тоже видел, особенно с людьми, которые, ну, например, всегда работали с англоязычными файлами, и их не волновали какие-то другие кодировки. То есть неожиданно там какая-нибудь Java-программа читает файл, в ней попадается русская буква я, и она в этом месте думает, что файл кончился и все дальше не читает. И получаются совершенно чудесные баги. То есть результат read первым делом не надо ни к чему кастовать, не надо приводить к другим типам, надо проверить, минус один вернули или нет. И только после этого можно уже делать какие-то преобразования. Значит, метод read, ему передается массив в байт, и он, собственно, читает в этот массив. Казалось бы, разумно было бы взять, собственно, и весь этот массив заполнить. Но на самом деле это так не работает. Вместо этого read возвращает количество прочитанных байт. Стандартная ошибка понадеется, что, собственно, у нас весь массив заполнен, и проигнорировать это количество прочитанных байт. В итоге может оказаться, что на самом деле мы прочитали меньше байт. То есть read нам должен был вернуть число от нуля до длины нашего массива. Он мог прочитать и заполнить весь массив, но он имеет полное право в любой момент остановиться. Единственное, что гарантируется, что он хотя бы один байт из потока прочитает. То есть будет какое-то продвижение. Но вообще говоря, он имеет право остановиться в любой момент и сказать, вызывайте меня еще раз, если хотите. Поэтому игнорировать его результат тоже нельзя. Ну и вариант, когда вы хотите каким-то образом экономить выделение памяти. Это было особенно актуально лет 25 назад, сейчас уже менее актуально. И у вас уже есть готовый массив байт, но вы хотите в него, например, как-то читать кусками. То есть не выделять под каждое чтение новый массив байт, а использовать какой-то кусок из существующего массива. Тогда вы можете сказать читай вот в этот массив байт и пиши результаты, начиная с такого-то смещения и вот читай не больше, чем указанная длина. Вопрос read5 может не прочитать 5 байт? Видимо, имелось в виду read и ему передается массив из 5 байт. Да, ответ он может прочитать меньше байт. гарантируется, что он прочитает хотя бы 1 байт, потому что либо он упадет с исключением, скажет, что у вас потом кончился или еще какая-то ошибка. но он может прочитать 1, 2, 3, 4 или 5 байт по желанию. Самое неприятное то, что, скорее всего, он все-таки прочитает 5 байт и вы можете довольно долго пребывать в уверенности, что ваша программа работает корректно, не проверяя, сколько он прочитал, но потом вам подсунут какой-нибудь странный input stream в вашу программу, который читает меньше. Это может вполне случиться. Значит, ну, собственно, стандартная задача, да, вычитать все в массив заданного размера, то есть вот без этих всех приседаний. У нас есть input stream, у нас есть массив, и мы вот как раз хотим вот все вычитать, ну, не 5, а 100 в данном примере. Вот мы хотим 100 байт вычитать из стандартного потока ввода систем in. Соответственно, как это правильно сделать? Обязателен цикл, обязательно текущее смещение. А, да, все-таки я вас немножко обманул, он, видимо, если поток кончился, должен возвращать минус 1 в этом случае, то есть вы это тоже по-хорошему должны проверить. Вот, input stream.read и мы не используем вот эту вот версию простую с одним аргументом, мы используем с тремя аргументами. То есть вначале мы ей передаем в качестве смещения ноль и в качестве длины длину всего массива. И на первой итерации это эквивалентно методу из одного аргумента. Но если вдруг у нас одной итерации дело не обошлось, мы получаем, сколько мы на самом деле прочитали, там, например, 60 байт мы прочитали и потом все. и мы проверяем, что не минус 1, значит, соответственно, что-то все-таки было вычитано. И тогда мы добавляем к начальному смещению вот эти 60 и идем на вторую итерацию, потому что у нас в массиве еще осталось место. На второй итерации мы просим хорошо, читай снова. Читай теперь в этот массив со смещения 60, не больше 40 байт. Вот, каунт может вернуть 40, а может вернуть и меньше. Соответственно, тогда мы пойдем на третью итерацию. Но гарантировано, что у вас будет продвижение, то есть у вас не будет бесконечного цикла, аккаунт ноль не может быть. Поэтому мы либо когда-нибудь упадем с исключением, либо когда-нибудь все-таки дочитаем. Хорошая новость. А, ну, про хорошую новость чуть попозже. Есть еще методы. Метод skip. Это возможность пропустить несколько байт, если мы точно знаем, что, ну, нам неинтересно читать следующий гигабайт, например. Это полезно, если вы оперируете какими-нибудь бинарными файлами, у них есть внутренняя структура, и, например, там в начале файла есть какой-то индекс, какое-то содержание, вы вот в начале файла пробили, что нужная вам запись находится на смещении там 3 миллиарда от старта. Вы после этого спокойно делаете skip на 3 миллиарда и сразу быстренько туда уходите. Реализация skip может зависеть от того, что у вас за поток, но если у вас файловый поток, он быстро прыгнет туда. А если это какой-нибудь характер поток символного устройства, например, на Линуксе, ну, он все равно будет вычитывать 3 миллиарда, но, по крайней мере, он на это не будет тратить память, то есть он вычитан на байт и просто будет игнорировать сразу же. Вам не нужно использовать метод read, там, выделять бесполезные буферы, можно использовать skip. Вот. Потом есть такая дополнительная под API available mark reset и mark supported. Мы на нем сильно останавливаться не будем, он вам позволяет отматываться назад в файле на какое-то количество байт. То есть если у вас mark supported в данном потоке, то вы, соответственно, можете сделать пометку mark и сказать, что я после этой маркировки прочитаю там не более, например, 100 байт. Вот. И после этого вы можете читать, 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 а потом сделать reset, и вы отмотаетесь вот к тому месту, где вы сделали mark. Ну, в одном потоке можно сделать только один mark, и, соответственно, иногда это позволяет там заглянуть вперед, а потом отмотаться назад и отдать этот поток какому-нибудь другому, другому методу, и он будет читать те же данные повторно. Вот. А available вам говорит количество байт доступных без блокировки, потому что, вообще говоря, методы read, они могут заблокироваться. То есть это будет означать, что вы этот метод выполните и будете ждать. Ну, например, этот метод читает со стандартного потока ввода, а пользователь еще ничего не ввел. Тогда, соответственно, он будет ждать, пока пользователь что-нибудь введет. Это как раз, кстати, примеры ситуации, когда у вас не весь байт-массив может заполниться. То есть обычно ввод пользователя флашится по нажатию Enter, соответственно, вы набрали одну строчку, нажали Enter, а в это время вы читали с помощью метода read в массив там из 100 байт. И если пользователь ввел строчку, в которой было только 20 байт, ну, соответственно, метод read сразу же выйдет и скажет, ну, извините, я только 20 прочитал. То есть он не будет ждать, пока пользователь прочитает еще, потому что пока пользователь введет еще, ну, потому что вдруг он никогда не введет, 20 байт есть, давайте хоть 20 обработаем. Ну, вот. Иногда это лучше. Да, со скипом там есть, во-первых, он может пропустить меньше байт, то есть он возвращает, сколько он байт пропустил, и он может, он вправе, опять же, пропустить меньше, чем вы запросили. И, собственно, это даже не означает, что поток кончился, но это может означать, что, например, чтобы пропустить больше, нужно заблокироваться. Короче, это skip available, mark, reset и mark supported. Это в некотором смысле продвинутые методы, и если вы ими будете пользоваться, обязательно почитайте документацию, там довольно подробно написано, что с ними делать. Да, хорошие новости, собственно, пошли. если вы пользуетесь Java 9 или выше, то появились новые полезные методы. Во-первых, read all bytes, который позволяет действительно прочитать просто весь поток до того, как он кончится. Вам даже не нужно заранее самим алоцировать массив byte, вы просто говорите read all bytes, и вам вернется массив, который этот метод заботливо алоцирует для вас. Если у вас Java 11 или выше, еще лучше. У вас появился метод read n bytes, и вы просто говорите, я хочу прочитать 100 байт, и он сам создаст вам массив, и сам его вернет. И если у вас поток кончился раньше, то он вернет более короткий массив, но тем не менее у вас точно весь этот массив будет заполнен байтами прочитанными, то есть не так, как в том методе read, где могу до какого-то момента заполниться, а потом нет, а тут просто весь массив ровно будет заполнен байтами из потока. Понятно, что в реализации этого метода она не такая простая, он мог выделить массив больше, оказалось, что в потоке места меньше, тогда ему придется перевыделить этот массив байт, но тем не менее вас не волнует реализация, вас волнует результат. Есть вариант также read n bytes, когда вы передаете byte offset и lens, но он может заблокироваться несколько раз, то есть он не до первой блокировки читает, а может заблокироваться несколько раз, и если он не вернул ошибку, то это значит, что мы либо прочитали вот сколько байт мы попросили, то есть lens, либо мы уперлись в конец потока, и тогда уже точно мы из этого потока ничего больше не прочитаем. Есть skip n bytes, опять же, он гарантированно пропустит n bytes, то есть вот сколько мы попросили, если вдруг поток раньше кончился, просто упадем с e-of exception, в этом отличие от обычного skip, который нам вернет, сколько мы реально пропустили. Это все удобно, если мы просто ожидаем, что вот у нас файл конкретного формата, мы точно знаем про его формат, и мы будем рады, если нам кинут исключения, если окажется, что формат неправильный, там файл случайно битый оказался, но вылетим с исключением, это хорошо. И есть метод transfer to с 9-ой java, который перекачивает просто все содержимое input stream в output stream, то есть сколько угодно он сделает блокировок, и он просто весь input stream, пока он не кончится, перекачает в output stream. и вернет сколько байт перекачал. Ну и наконец добавился очень полезный input stream, null input stream, пустой поток, который сразу же возвращает, что все во мне кончились данные. Вот. Это аналог где в null в Linux до этого приходилось изобретать на самом деле, если, например, какой-то метод принимает поток, а вы вот хотите сказать, что я хочу ему передать поток, в котором ничего нет, приходилось какие-то оберотки самим сочинять. Ну, собственно, какие есть реализации. Input stream это абстрактный класс, это не интерфейс, но вот есть у него, тем не менее, много реализаций. Файл input stream это стандартный такой поток для чтения из файла. Ему можно передать, например, путь к файлу в качестве параметра в конструктор. ByteArray input stream можно читать из массива byte, то есть у вас есть массив byte, вы можете его легко обернуть в ByteArray input stream, отдать тому, кому нужен input stream. Buffered input stream буферизированная обертка, то есть сам файл input stream, если вы будете читать по одному байту, то каждое такое чтение, оно будет превращаться там в системный вызов, который читает один байт, это все будет страшно медленно. Но если вы просто его обернете в new buffered input stream, то он будет, когда вы попросили один байт, он будет там вычитывать сколько-то, типа 8 килобайт, не помню точно, в промежуточный буфер, и потом из этого буфера вам уже по одному байту будет выдавать, то есть вы не будете уходить из Java в операционную систему, это все будет гораздо быстрее. Есть data input stream, это структурированные двоичные данные, такая обертка над другим input stream, в котором есть дополнительные методы, типа прочитать там число типа double, прочитать число типа там float, прочитать число типа int, прочитать еще что-нибудь, вот, то есть он возвращает их именно в таком структурированном виде. Есть pipet input stream, который позволяет вам сделать стрим между двумя процессами, использовать его не надо, с ним очень много проблем, потому что он плохо реализован, и его уже никогда не починят. Лучше использовать процесс get input stream, если вы сами создали процесс, там есть свой API для того, чтобы запускать дополнительные процессы, есть процесс builder, такой класс, и если вы его создали, то вы можете вывод того процесса, который вы создали, получить у себя в качестве input stream и читать его. Вот его нужно использовать вместо pipet input stream. Вы можете также иметь input stream из zip-файла, то есть с помощью класса zip-файл вы можете читать zip-файл, можете там спозиционироваться на конкретный запакованный файл внутри него, и прям этот файл раззиповывать на лету, то есть он у вас как физический файл на диске не появится, вы просто будете на лету распаковывать его и читать очень удобно. Ну, например, URL OpenStream есть содержимое по URL. Это такой сетевой интерфейс для бедных. Ну, вот как HTTP клиент его можно использовать, например, сделать new URL там www.google.com и потом сделать open stream из него. Вы получите input stream и, пожалуйста, можете вычитать все содержимое, сконвертить его в строку, понадеяться, что там UTF-8, конечно, с HTTP-соединениями надеяться вот так вот делать нельзя, как здесь написано, потому что реальная кодировка, она может отличаться и она пишется в HTTP-заголовках ответа, ее нужно из ответа прочитать. Вот. В общем, это такой клиент для бедных, его в современном мире все-таки не стоит использовать, разве что там, ну, вот в каких-то демках, в учебных программах, если надо что-то сделать совсем по-быстрому. обычно используют в серьезных программах либо есть Apache HTTP-клиент, либо, если вы перешли на 11-ю Java, есть стандартный HTTP-клиент в Java, у которого такой очень гибкий, продуманный API, и он при этом очень быстрый. Вот. Вот тут вот пример, как сделать примерно то же самое, что на прошлом слайде, но при этом еще и со синхронным запросом. То есть тут у вас есть полный контроль над заголовками запроса, вы можете делать там пост-запросы какие-нибудь, любые, использовать эти HTTP-методы. Можно не только вот непосредственно здесь получить ответ, но и отправить этот запрос в пул потоков, то есть вы сделаете клиент send async, и у вас соответственно в фоновом потоке будет дожидаться ответа. В итоге вы получите так называемый фьючер, и вы можете, точнее даже комплитабл фьючер, и вы можете с ним комбинировать, что у вас дальше произойдет. Вот. Также вы можете указать, как вы хотите реинтерпретировать содержимое, ну вот самое простое, получить его в строку, но эти боди-хендлеры можно делать разные, можно, например, автоматически сразу же его в дом-объект XML-а превратить, или в JSON-объект, и за кадром выполнится там вся перекодировка, там, собирание его, парсинг и так далее, и просто эти боди-хендлеры можно свои писать. Ну вот есть стандартный off-string, который просто в строку его превратит. Вот. Вы можете читать заголовки, можете читать тело, и, например, вот then accept сделано, мы его просто выведем на консоль, но при этом этот вывод произойдет в том самом фоновом потоке, где ваш клиент, собственно, работал. Вот. И join выполняется, ну, дождаться в текущем потоке все-таки, когда это закончится. Но мы можем не join, а в текущем потоке делать что угодно еще, то есть у нас здесь блокировки не будет, мы не будем дожидаться, пока Google нам ответит. это очень маленькая демка в этом API, там огромное количество чего можно делать, и он, в принципе, удобный, приятный, очень хороший, если у вас Java 11, вам повезло, можно использовать. Останавливаться долго не будем. Управление внешними ресурсами. Это очень важная тема, когда идет речь про ввод-вывод. То есть, когда вы внутри вашей виртуальной машины Java все у вас хорошо и прекрасно, у вас такой чистенький мир, у вас есть габбоч-коллектор родной, хороший, он за вами все объекты прибирает, никаких проблем. Проблемы начинаются, когда вы взаимодействуете с внешней средой. Когда идет речь о вводе-выводе, как правило, мы взаимодействуем с операционной системой и запрашиваем у нее ресурсы. В данном случае ресурс – это может быть дескриптор файла. То есть, если мы, например, открываем файл, мы в операционной системе явно говорим, что вот ты этот файл открой и внутри операционной системы хранится некоторая информация про этот открытый файл, а она нам выдает так называемый файл-дескриптор. Java все это от вас обычно прячет и просто абстрагирует до input стрима, но если из него там почитать и просто его выбросить, то все будет не очень хорошо, потому что вам-то хорошо, у вас есть garbage collector, но в ядре все еще хранится информация о вашем файловом дескрипторе и это уже память ядра, это не часть вашей кучи. У вас могут быть лимитировано количество файловых дескрипторов, например, с помощью Ulimit в Linux. Соответственно, вы можете в этот лимит упереться. при этом garbage collector не факт, что их соберет вовремя, потому что может оказаться, что в кучу у вас еще предостаточно места и garbage collector просто не выполняется. Ну, зачем собирать мусор, если еще достаточно места в кучу? Он совершенно не в курсе, что у вас кончились файлы дескрипторы. Поэтому свои ресурсы лучше закрывать всегда явно. Тем не менее, стандартная библиотека сделана так, что она все-таки позволяет вам положиться на garbage collector и если дошло дело до того, что ваш объект, например, input stream, который оборачивает файл дескриптор, этот объект garbage collector собирается, то в этот момент все-таки файл дескриптора закроется. То есть операционной системе будет сказано все, этот файл дескриптор точно не нужен. Возможно, это было ошибочное решение, возможно, вообще не стоило их никогда закрывать и пусть бы вы получили по башке, когда у вас файл дескрипторы кончатся, чем вы надеялись на garbage collector, потому что если вы надеетесь на garbage collector, у вас проблемы все равно будут просто позже и реже и хуже воспроизводиться. А если бы garbage collector не фигурировал здесь, то проблемы бы появлялись быстрее и надежнее, и вы бы просто знали, что с ними надо бороться. Вот. Но давайте посмотрим варианты. Закрывать явно тоже непросто. То есть, смотрите, мы открыли файл, там, это кпсвд, например, потом вычитали из него один байт, а тут оказалось, что на самом деле это сетевой ресурс, и сеть неожиданно стала недоступна. И fread, вместо того, чтобы вычитать один байт, он упал с исключением. После этого на самом деле у вас файл остался открыт, потому что, ну, сейчас сеть недоступна, а через секунду она может быть снова доступна, и через секунду может быть из этого файла уже можно читать. Поэтому ядро все еще хранит эту информацию, и файл-дескриптор все еще активен. Но в итоге мы здесь упали с исключением, и f.close у нас вызван не был. Что делать? Ну, как бы, мы говорили, что есть механизм finalize, точнее, механизм finally. В принципе, он для этого подходит, и до седьмой Java писали примерно так. То есть мы создаем файл input stream, читаем, и закрываем finally f.close это, в принципе, работает. Так лучше. Но ситуация может усложниться. Например, мы хотим перекачать adk.pass.vd в backup копию. Ну, будем использовать transfer.to. Вообще есть в стандартной библиотеке методы для копирования файла, но будем считать, что вот нам нужно именно так. Предположим, мы там не весь файл хотели скопировать, а как-то кусок его, неважно. То есть мы хотим именно создать поток ввода и поток вывода. В этом коде сразу несколько проблем. Ну, одна из них, например, то, что мы файл на чтение смогли открыть in, а файл на запись не смогли открыть. Ну, это вообще частая ситуация. У нас нет прав писать в каталог etc, то есть читать из него мы можем, описать не можем. Пожалуйста, in мы открыли, out не открыли и, соответственно, выпали на new file output stream. У нас in остался открытый, finally не выполнилось, потому что мы еще не зашли в блок try. Вот. По-хорошему стоит сделать как-то так, то есть мы сделали in и после этого сделали блок try, потом сделали out и потом сделали вложенный блок try и в нем уже выполняем in transfer to и out close и in close. Вот. Уже становится страшно, но это на самом деле не все. Вопрос в том, собственно, а если у нас при нашем transfer to, например, возникло исключение? Ну, я не знаю, место на диске кончилось. Тоже стандартно. То есть файл на запись мы открыть смогли, а вот когда писать туда стали, место кончилось. То есть in transfer to у нас упал с исключением. Тогда мы это исключение получим и узнаем, что место кончилось на диске. Но, например, произошла другая проблема, сетевой ресурс отвалился. И тогда in transfer to у нас тоже упадет с исключением. Мы пойдем в какой-нибудь блок finally, сперва в out close. Метод close, он на самом деле тоже может упасть с исключением, что мы не смогли закрыть этот файл, в том числе как раз это может произойти, если у нас файл ссылается на недоступный ресурс. Тогда, соответственно, у нас выпадет второе исключение. Второе исключение замаскирует первое. А первое оно было кажется более важным. То есть исключения из метода close, они обычно не такие интересные. Ну, кроме того, из метода close может вылететь какое-нибудь совсем сумасшедшее исключение, типа stackoverflow error, out of memory или еще что-нибудь. что-то такое, что нам совсем не хочется с этим возиться, но нам гораздо интереснее исключение из transfer2. Однако второе исключение, оно перебьет первое, и первое совсем исчезнет. В общем, все эти проблемы накопились и к седьмой Java их решили таким довольно изящным способом. Сейчас аналогичный код надо писать вот так. Это специальный синтаксис называется try with resources или try с ресурсами, когда у вас в слове try перед фигурными скобками еще есть блок ресурсов в фигурных скобках, в круглых скобках. Ресурсы разделяются точкой с запятой и, собственно, вы можете перечислить несколько ресурсов, но, как правило, там один, но вот в нашем случае очень удобно перечислить несколько. Что гарантирует try with resources? Те переменные, которые там были объявлены, для них они все должны иметь метод close, они должны реализовать специальный интерфейс auto-closable и тогда при выходе из этого блока у вас, во-первых, гарантированно они все закроются, то есть метод close вызовется для всех ресурсов, он вызовется в обратном порядке их объявлению, то есть сперва вызовется out-close, потом in-close, как правило, это то, что вам надо, и, наконец, если у вас этот блок try вылетел с исключением, то снаружи у вас вылетит именно то исключение, которое было из блока try, а не те исключения, которые были из методов close. исключения из клоузов, они становятся так называемыми подавленными исключениями или suppressed exception, мы про них упоминали, когда говорили про исключения, короче, из того исключения, которое вы в результате получили, можно достать эти подавленные исключения, и если вы просто распечатаете дефолтным способом stack trace исключения, через print stack trace, он там тоже все suppressed исключения покажет, то есть вы будете иметь все исключения и вылетевшие из transfer to и вылетевшие из клоузов. Вот, это в принципе приятно. Теперь пара слов про finalize. Основная мысль в том, что finalize никогда не надо использовать. Если вы посмотрите, как реализовано, по-моему, еще даже в восьмой Java какие-нибудь файл output стримы, то там действительно внутри хранится файловый дескриптор. Это такая вложенная структурка. И если этот файловый дескриптор еще не null в методе finalize написано, и он не равен input стриму стандартному, потому что system не стоит закрывать на самом деле раньше времени, то тогда мы вызовем метод close. что это за метод finalize? Он вызывается в тот момент, когда garbage collector понял, что на этот объект нет никаких ссылок, и если у этого объекта есть не пустой метод finalize, то garbage collector добавит этот объект в специальную очередь, так называемая finalize queue, и когда-нибудь этот метод finalize вызовется. почему finalize плохой? Он тянется из первой java, и сейчас он уже deprecated. В последних версиях java, не помню с какой, он стал deprecated. я в своей жизни лично ловил проблемы с finalize, когда просто в коде было слишком много finalize, и понимаю эту всю боль, когда с этими методами работаешь. Во-первых, если вы создаете метод, в котором есть не пустой finalize, то создание этого объекта гораздо дороже. Он может создаваться на порядок дольше, чем просто создание обычного объекта, потому что нужно garbage collector уведомить, что вот у нас в памяти есть специальный объект, которого есть не пустой finalize. Он, соответственно, регистрируется в отдельной очереди таких объектов. Потом, если garbage collector обнаружил, что этот объект можно собрать, то он его не собирает сразу же, а он вместо этого его помещает в очередь финализации, помечает, что этот объект один раз был помечен в очередь финализации, потому что есть такой вариант, что один и тот же объект два раза нельзя финализировать. После этого этот объект должен пройти через очередь финализации, и эта очередь выполняется в отдельном трейде и линейно. То есть это означает, что если у вас есть какой-то медленный finalize, то из-за него застрянут все остальные finalize, они не будут выполняться, и соответствующие объекты не будут удаляться, пока эта очередь не прочухает. Я как раз с такими проблемами боролся, когда в finalize выполнялся вообще какой-то лютый ад, и там очень много кода, и из-за этого просто эта очередь очень медленно разгребалась, и на ровном месте приложение падало с out of memory, просто потому, что объекты в эту очередь добавлялись быстрее, чем она успевает разгребаться. При этом, если бы не было finalize, garbage collector бы на раз-два эти все объекты собирал. И, как правило, еще в каких-то legacy-проектах бывает так, что данный конкретный объект, он реально не держит никакого ресурса, например, он держит какой-то другой объект, который уже держит ресурс. То есть, в итоге у нас в очередь финализации попадают и первый объект, и второй, хотя на самом деле это не нужно. Потом, если вы сделали там свой файл input stream, например, и явно его закрыли, а если у вас, если вы дисциплинированный программист, то вы там практически в 100% случаев будете явно закрывать свои файлы input stream, то это не означает, что garbage collector можно вздохнуть спокойно. Garbage collector не знает ничего про то, что вы явно закрыли свой файл, поэтому он видит, что у файла input stream есть не пустой finalize, и он его все равно добавит finalize queue, и через эту очередь этот объект пройдет, и только потом, когда произойдет следующая сборка мусора, он снова посмотрит на этот объект, снова увидит, что он уже был финализирован, и тогда он этот объект спокойно соберет. Вот. Есть еще такая ситуация, что finalize никто вам не мешает, ссылку на этот объект снова сохранить в какой-то живой объект, то есть на самом деле внутри finalize вы имеете ссылку на сам этот финализируемый объект, и тогда вы получаете вероятность того, что объект оживет. Вот. Но при этом, если он второй раз умрет, то finalize второй раз уже не вызовется, потому что один раз только. Вот. Если вы послушаете какие-нибудь доклады Алексея Шепелева про гарбоч-коллектор Шинандоа, то он там довольно резко проходился по этим finalize, потому что они добавляют очень много головной брыли для авторов гарбоч-коллекторов. Про finalize там нужно очень много отдельного делать кода, который обычно делает гарбоч-коллектор сильно медленнее и так далее. Короче, не используйте их. Да. К счастью, вот в 12 Java, например, finalize наконец-то исчезли в file-input-stream и в file-output-stream и вообще по стихоньку из стандартной библиотеки finalize удаляют. Делается это с помощью клинера. Я не буду показывать, как это теперь выглядит в file-input-stream и output-stream. Это новый API, который появился с 9-й Java. Мы это проиллюстрируем на более простом примере. Вот представьте, что у вас есть системный ресурс, это file-descriptor FD, который на самом деле является некоторым ресурсом, который там держит ваша операционная система или какой-то внешний процесс. Вы, например, с базой данных оперируете. У вас есть соединение к базе данных и у этого соединения есть идентификатор. Вот. Вы его держите. Неважно. Какой-то внешний ресурс, он описан этим самым объектом FD. Вот. И вы умеете освободить этот ресурс. У вас есть метод free, например, который освобождает этот ресурс. Ну, возможно, это нативный метод, который там вызывает какую-то нативную библиотеку, либо он там передает по сетевому соединению сообщение этой внешней базе данных, говоря ей, что все, этот ресурс можно освободить. Но в нашем упрощенном примере мы просто будем писать на консоль, что мы этот ресурс освобождаем. Соответственно, мы хотим сделать вот этот вот myFile, во-первых, auto-closable-friendly, то есть, чтобы его можно было использовать в Travis ресурсис, это хорошее желание. Мы просто делаем имплемент с auto-closable, у нас появляется метод close, который нам нужно реализовать, и в этом случае мы вызываем cleanable-clean, который в итоге вызовет наш метод free. А во-вторых, мы хотим сделать этот myFile все-таки дружественным garbage-collector, чтобы очистка выполнялась, в том числе, если пользователь забыл вызвать close, но garbage-collector увидел, что все, на этот myFile ссылок больше нет. Работает это следующим образом. Мы, во-первых, должны где-то создать cleaners. Обычно это статический объект, который может быть один даже не просто на этот myFile, а, например, один на всю вашу библиотеку. На самом деле этот cleaners внутри себя содержит thread, в котором, собственно, очистка будет выполняться, поэтому крайне неразумно создавать OATN cleaners, грубо говоря. То есть их количество в вашей программе должно быть константное. Вы не должны, например, создавать один cleaners на экземпляр файла. Это должен быть какой-то статический объект, скажем. Создается новый cleaners просто через cleaners create. Возможно, это вообще одна очередь на все ваше приложение, один cleaners общий, который вы везде переиспользуете. Но Java не дает вам никакого грубо говоря стандартного cleaners, то есть вы должны создавать свой. Но внутри Java как раз во всяких там файл input stream, файл output stream используется ее собственный экземпляр cleaners. Далее, если вы хотите с помощью этого cleaners очищать какой-то конкретный объект, вот в нашем случае эти файлы дескрипторы, мы можем сказать cleaners register и регистрируется он следующим образом. Мы ему говорим текущий объект my файл и передаем дальше функцию. Это означает, когда объект my файл станет недоступен, пожалуйста, вызови вот эту самую функцию. Соответственно, внутри этого клинера хранится так называемая фантомная ссылка на объект my файл и хранится вот эта самая лямбда, которую мы туда положили. И как только фантомная ссылка такая специальная штука, что garbage коллектор может через нее сказать, что объект по этой фантомной ссылке уже недоступен. Как только мы эту информацию узнали, клинер то есть в своем дополнительном треде он эти фантомные ссылки разгребает и как только собственно ссылка стала недоступна, он вызовет ваш метод free. Это гораздо лучше, finalize. Как минимум, во-первых, в том, что вы контролируете очередь, то есть вы создаете, например, свою очередь в вашем классе MyFile и вы знаете, что она не интерферирует ни с какими другими клинерами. То есть если кто-нибудь другой в другой библиотеке, которая в вашем приложении работает, создал свою очередь клинеров и там он делает какую-то тяжелую работу, которая медленно делается, это не страшно, потому что у вас своя очередь, у вас свой тред, который разгребает ее быстро. И вам не важно, кто там другой напортачил. То есть ваши объекты будут исчезать хорошо. Во-вторых, на самом деле объекты MyFile, они будут собираться вне зависимости от того, как разгребается ваша очередь. То есть garbage collector соберет MyFile еще до того, как free от файл дескриптора будет вызвано. Вы заметили, что free это статический метод. Он ничего не знает про MyFile, он знает только про файл дескриптор. То есть у него экземпляра файла уже нет. К тому моменту, как вызывается free, экземпляр файла по факту становится не нужен. Кроме того, главная новость, то, что если вы явно закрыли через cleanable clean, вот как у нас сделано в методе close, после этого клинер забывает вашу лямбду, забывает все, что он зарегистрировал, и все, ему больше нечего разгребать. и garbage collector уже даже не помнит про эту фантомную ссылку, то есть ему не нужно никого оповещать, он собирает этот объект как самый обычный объект, и, соответственно, вы тут не получаете вообще никаких проблем с производительностью. Ну, тут с клинерами тоже можно напортачить, напортачить можно совсем. Если вы заметили, что у нас эта лямбда, стрелочка free fd, она захватывает. Захватывает она у нас аргумент, параметр метода myFile, то есть она захватывает почерк fd, да, вот. Казалось бы, можно взять и захватить поле fd, одно и то же же, у нас финальное поле, либо параметр, там одно и то же хранится, и вроде бы никаких проблем. На самом деле в этот момент появляется проблема. Если мы помним, то, что когда лямбда захватывает поле, на самом деле она захватывает не поле, а экземпляр this, то есть экземпляр объекта. В результате у нас получается кепчуринг лямбда, которая захватила this, то есть эта лямбда ссылается на наш myFile, а в очереди клинера эти лямбды, они, естественно, хранятся сильными ссылками, потому что эта лямбда должна быть доступна даже когда наш объект будет собран garbage collector. То есть лямбда выполняется после того, как объект мог быть уничтожен. Соответственно, эти лямбды хранятся сильными ссылками, но получается, что тогда у нас через эту лямбду есть и сильная ссылка на this. И значит, в итоге, что garbage collector никогда не соберет наш объект. То есть в очереди клинера всегда сохранится ссылка. и все, мы получили ту же самую проблему. То есть даже если мы вручную будем вызывать метод close, у нас все равно эти лямбды и ссылки на myfile, они никогда не будут собраны garbage collector, и в итоге рано или поздно у нас память кончится. Поэтому с этим надо быть очень осторожны, чтобы лямбда или функция наша, она не захватила тот объект, который мы собираемся собрать. Ну вот, по-моему, конкретно в этом случае идея вас предупредит, потому что тут случай достаточно очевидный, статическим анализом можно его понять. Но бывают менее очевидные случаи, когда вы в лямбду что-то захватите менее тривиальное и там через несколько ссылок вы будете иметь сильную ссылку на тот объект, на который клинер зарегистрирован. То есть тут тоже надо быть аккуратным. Ну вот, примеры, как можно продемонстрировать эту работу. Есть метод system.gc, который в нормальной жизни вызывать не стоит, но мы его вызываем для демонстрации. Есть метод thread.slip, который тоже в нормальной жизни вызывать не стоит. Мы его тоже вызываем для демонстрации. То есть мы попросили давай все-таки garbage collector отработай в данный момент, потом мы поспали секунду, и вот где-то в процессе того, как мы спали, видим, что вот эта надпись freeing file descriptor 1, она была на самом деле выведена, она была выведена из этого фонового отряда, который внутри клинера хранится. Давайте перейдем к output стриму. С ним значительно проще, чем с input стримом. У него нету вот этого геморроя с тем, что у вас может что-то не по частям, то есть если мы вызываем write и байты, то мы запишем весь массив. Если он не упал с исключением, то значит весь массив был записан. И то же самое write byte of set length, мы записываем кусок массива, тоже весь этот кусок будет записан, если он не упал с исключением. Ну, единственная тонкость это в write, который принимает int, а не byte. Но при этом он пишет 8 младших бит этого инта, а старший игнорирует. Несколько странно, в некоторых случаях это удобней, но можно тут странно попасть. То есть вы, например, будете писать какой-нибудь чар или шорт, и вам будет казаться, что вы пишете все нормально, но на самом деле вы просто пишете 8 младших бит, остальное обрезается. флаж позволяет сбросить все буферы, о которых этот output stream в курсе, то есть в данный момент вот если у вас буферизация какая-то была, все буферы сбросятся и действительно то, что вы записали появится на файле на диске, но при этом файл не закроется. close закрывает файл, close сам внутри себя естественно сделает флаж, поэтому иногда я вижу код, когда люди пишут флаж перед close, этого делать не надо. ну и конечно вы можете через Travis resources использовать. В 11 появился null output stream, это тоже типа def null, можно туда писать сколько влезет, он радостно примет любое количество информации и проигнорирует ее. реализации файл output stream, понятно, пишем в файл, byte array output stream пишем в массив байт, очень удобная штука, этот массив байт вам не нужно заранее лоцировать, он сам его внутри создает и увеличивает при необходимости, а потом можно оттуда этот массив байт достать. Буферизированная обердка, буферит output stream тоже можно использовать, print stream для удобства печати, это вот system out, он имеет print stream, но это также output stream обычный, в нем еще куча дополнительных методов, ну вот наш любимый println, например, data output stream это структурированные дворичные данные, вот ему парный data input stream, то есть вы можете писать типа write int, write double там например и потом read int, read double через data input stream то же самое прочитать, piped output stream плохой и собственно вы можете писать в url, ну например http post, можете получить output stream для процесса, например, тоже через процесс API, ну и так далее, zip output stream есть, который вам позволяет zip файлы писать, с byte array output stream небольшая подстава, вот эти вот все методы write, они объявлены как кидают IO exception, когда вы переопределяете метод, вы можете сигнатуру исключений сделать более лояльной, то есть, например, у вас базовый метод объявлен, как он кидает исключения, но переопределенный в подклассе, вы точно знаете, что ну вот в своем подклассе вы исключения никогда не кидаете, поэтому вы можете, например, не писать вообще с roles, либо вы можете написать, что вы кидаете более частные исключения, более конкретные, вот это сделано для метода write, который один символ и write, который с тремя аргументами, но метод write с одним аргументом он не был переопределен, когда сделали byte-area output stream, потому что собственно метод write с одним аргументом он тривиально выражается через метод write с тремя аргументами, он просто делегирует к нему offset 0, len это длина всего массива и пожалуйста, вот, и решили, что реализация из output stream, из абстрактного класса, она хорошая, но она не хорошая в том плане, что она объявлена как с roles IO exception, поэтому если у вас есть byte-area output stream, вы вызываете у него точка write и передаете туда массив, то вам придется ловить этот странный IO exception, который никогда заведомо вылететь не может, и исправить это в новой версии Java тоже нельзя, потому что это несовместимое изменение, иначе если вы в ранней версии Java обернули вот этот вот write в roles IO exception, то, а в более поздней версии Java этот с roles IO exception убрали, то ваш код перестанет компилироваться, потому что вы не можете ловить чекет-исключение, которого вы не бросали. Вот, чтобы с этим избавиться, ну, в 11-й Java сделали новый метод write-bytes, который делает то же самое, что просто write, но у него в сигнатуре нет с roles IO exception. Ну, вот, бывает так, что старые ошибки исправлять неприятно. Ну, также полезный метод two-byte-array, собственно, получить тот самый byte-array, который мы написали, size, узнать, сколько же мы byte в этот byte-array записали, ну, и можно его сразу же в строку преобразовать удобно с указанием чар-сета, естественно. Вот. Теперь reader и writer. Их API похожи на то, что мы видели в input-stream, output-stream, только везде там байты заменены на чары. Если у нас вот метод read тогда читал от нуля до 255, то теперь он читает чар от нуля до ffff и тоже неразумно его кастовать к чару, а потом проверять уже на минус единицу, потому что тут вы напоритесь на ошибку гораздо реже, у вас в потоке должен быть именно юникодный этот utf32 код юнит, то есть utf16 код юнит ffff, что встречается гораздо реже в реальной жизни, но когда-нибудь вы на это напоритесь. Сперва проверяем на минус один, потом уже кастуем к чару. С ридами те же самые проблемы, они могут остановиться раньше, skip тоже может остановиться раньше, вот, и собственно все практически то же самое. Ну, единственное, что skip так и пропускает символы, вот, то есть если у вас, например, был какой-нибудь файл input stream, который вы могли сделать skip там 3 миллиарда и знать, что это будет практически мгновенная операция, ну, потому что операционная система, просто курсор чтения файла переставит на 3 миллиарда байт вперед, то если вы у ридеру сделаете skip 3 миллиарда, то ничего подобного, потому что ридер, он декодирует ваш поток, на диске хранятся байты, а не чары, и, соответственно, он должен будет все байты декодировать в чары, потому что он не знает, разные бывают кодировки, может оказаться, что 3 миллиарда чаров, это неизвестно сколько байт, возможно, у вас в кодировке там UTF-8, например, и чары занимают разное количество байт, поэтому ему надо будет действительно вычитать эти 3 миллиарда, декодировать и выкинуть их, чтобы просто узнать их длину. Реализации. Есть InputStreamReader, это, собственно, стандартная обертка над InputStream, вы оборачиваете InputStream и указываете чарсет, с каким чарсетом вы хотите его читать. Имеется файл-ридер, но до 11-й Java им пользоваться вообще не стоило, потому что ему передается либо файл, либо там в строке имя файла, там, slash-etk, slash-pass-vd, грубо говоря, но ему не передается кодировка, используется стандартная кодировка системная, которая у вас там в вашей операционной системе настроена, это может быть совсем не та кодировка, в которой записан ваш файл, и вы не могли передать чарсет до 11-й Java, вот в 11-й, к счастью, добавили новые конструкторы, в которые можно их передать. Но есть string reader, у которого внутри хранится строка, то есть тут никакой перекодировки нет, строка это уже символы, и string reader тоже символы, мы в одном мире, нам не нужна никакая кодировка. Buffered reader, буферизация, похожа на buffered input stream, вот. У buffered reader, кстати, есть полезные дополнительные методы, во-первых, readline, он вам позволяет прочитать до перевода строки, то есть у обычного reader у вас нет такого приятного метода, а тут он позволяет вам найти в потоке следующий перевод строки, причем он как виндовые, так и unix-овые одинаково интерпретирует, сам перевод строки он обрезает и возвращает вам строку, исключая перевод строки, то есть довольно удобно читать, если вас вообще не волнует, у вас файл с виндов или с линукса пришел, он будет читаться одинаково, и начиная с восьмой джавы появился метод lines, который позволяет вам ваш поток представить в виде собственно набора строчек, то есть у вас будет стрим стринг, и после этого вы можете приятные всякие методы стрима использовать. writer тут тоже в принципе все довольно похоже на output stream, но тут еще появились дополнительные приятные методы write, которые работают не с массивом чара, а просто со строкой, пишет всю строку и пишет часть строки, вот, просто удобно, когда у вас есть строка и вам не хочется создавать массив чаров, ну и там ну writer в 11 джаве тоже появился. Реализация output stream writer, file writer, те же самые соображения в плане осторожности, string writer, buffer writer, все в принципе довольно очевидно. И теперь собственно небольшой кусочек про работу с файлами, но мы пожалуй его весь не успеем рассмотреть, давайте рассмотрим сперва классику, то есть то, что было с первой джавы, грубо говоря. Это java.io файл, хотя сейчас уже не рекомендуется им пользоваться, но он настолько пророс в разные API, что до сих пор приходится, потому что есть библиотеки, которые с ним работают и так далее. Он собой представляет одновременно две сущности, вот в этом тоже проблема. Он представляет собой и путь к файлу, то есть ну там slash слэш по свд, вот это путь к файлу и сам файл непосредственно, но также может быть и не файл, а например каталог, там символьное устройство, ну то есть все, что на файловой системе может быть. Вот. Как путь к файлу он может и не существовать, то есть он может указывать на файл, которого на самом деле на файловой системе нет. Вот. Он может быть как абсолютным, так и относительным. Относительный путь считается относительно текущего каталога и его крайне трудно поменять. Да, в новом мире работа с файлами принята через пас, но видимо мы вот следующую лекцию как раз начнем с этого нового API. Ну вот примеры, как с ним работать. Конструируется он из текстовой строки и часто опять же можно встретить такой код. Ну типа у нас есть родительский каталог например и имя файла. Вот. Родительский каталог плюс слэшик плюс имя файла. Некрасиво, потому что разделитель файлов бывает и обратный слэшик на некоторых операционных системах. Чтобы от этого абстрагироваться есть константа файл.сепаратор можно ее использовать, но это все равно некрасиво, потому что например парен директори может уже заканчиваться на слэшик такое могло случиться неожиданно и тогда у вас будет два слэша в точке контакта и потом это может выразиться ну как минимум в каких-то некрасивых надписях в UI когда у вас там что-нибудь будет два слэша вместо одного а как максимум могут быть и проблемы когда вы потом эти файлы начнете сравнивать в одном будет два слэша в пути в другом один слэш они не совпадут а вы надеялись что они совпали и не пойми что произойдет. Короче вообще конкатенация строк это всегда плохо это всегда запах то есть в нормальном коде конкатенации строк быть не должно она должна быть везде в каком-то низкоуровневом коде внутри абстрагирована и в высокоуровневом коде вы должны пользоваться какими-то специальными методами ну вот конкретно здесь есть просто метод который позволяет вам отдельно передать родительский каталог и файл ну и собственно таким образом никакие проблемы со слэшами вас не волнуют то есть вы абстрагируете от того каким образом в файловой системе там разделяются слэши есть ли в конце в парень директор и слэш и так далее за вас всю работу сделают вот классика содержит ряд методов они довольно дурацкие и названы по-дурацки ну вот например есть get absolute файл get absolute пасс get canonical файл get canonical пасс я знаю что один из этих методов возвращает объект файл а другой из них возвращает стринг но я вот прям даже сходу не скажу какой что возвращает вот есть также там например get parent он возвращает точно строку есть get parent файл который возвращает объект файл объект файл который указывает на вот каталог в котором данный файл находится get name соответственно возвращает имя файла вот простое без всего пути абсолютный канонический файл чем отличаются абсолютный он переводит к абсолютному пути используя текущий каталог который был установлен при запуске вашей java программы в качестве вот исходного места его да его можно сказать что нельзя поменять то есть у вас мог быть new файл там точка-точка слэш что-нибудь и он тогда от текущего каталога правильно посчитает то есть он перейдет на каталог выше вот эти все точки-точки он выполнит при этом get absolute файл реально не смотрит на файловую систему то есть ему довольно таки наплевать есть ли вот этот файл в принципе есть ли все эти пути которые вы упомянули поэтому он не кидает никакого iu.exception а вот get canonical файл он уже смотрит на файлуху и он может кинуть iu.exception если мы пытаемся обратиться к файлу которого вообще на диске нет зато он делает другую полезную вещь он резолвит символьные ссылки то есть если у вас где-то в пути попадаются символьные ссылки то он их разрезолвит и найдет реальный файл на который они указывают в итоге если у вас например есть два объекта java.io файл они могут указывать на один и тот же файл но через разные символьные ссылки либо один через символьную ссылку другой напрямую а если вы для каждого вызовете get canonical файл в итоге вы получите одно и то же это иногда удобно если вы хотите узнать а все-таки на одно и то же или вы ссылаетесь но это тоже не гарантирует потому что у вас еще есть hardlink и по ним вы не сориентируетесь с помощью этого API поэтому это тоже не 100% exist определяет есть ли файл можно ли прочитать can read can file можно ли запустить это все булевые методы lens возвращает длину файла в байтах из директора из файла из hidden тоже примерно понятно ну из hidden вот разный смысл там на винде и на линуксе на линуксе если начинается с точки а на винде если у него специальный системный атрибут стоит вот есть всякие также штуки которые манипулируют с этим как уже непосредственно с файлом то есть create new file создает новый пустой файл вот с тем путем который у нас сейчас mkdir считает что это каталог и создает такой каталог но он упадет если у вас нет родительского каталога create new file тоже упадет если у вас нет родительского каталога а mkdir он создает все каталоги по цепочке то есть если вы напишите new file там a.b.c.mkdir у вас ничего этого не было он создаст и a, b и c удобнее конечно rename to переименовать может не сработать работает только в пределах одной файловой системы ну в общем если файловая система разрешила переименовать то переименуется то есть иначе он скажет извините delete удаляет файл проблема со всеми этими методами то что они не кидают исключения если они не сработали они возвращают boolean во-первых его легко проигнорировать и многие это делают во-вторых даже если у вас boolean false то вы не знаете что реально произошло может быть у вас прав нет может место на диске кончилось может еще что-нибудь может файлуха не поддерживает ренейм вот вы этого не узнаете вы просто узнаете что не удалось поэтому ну вот это API такое плохое и есть еще лист который позволяет вам получить список файлов в каталоге либо в виде строк лист либо лист файл в виде объектов java.io файл можно их сразу же отфильтровать и этот фильтр это может быть лямбда вот у него тоже API он возвращает массив но он может вернуть пустой массив если у вас пустой каталог а может вернуть null если например каталог нельзя прочитать или если этого каталога просто не существует тоже и по этому null вы не поймете что случилось вот тоже совершенно стандартная ошибка взять файл .list и начать по нему итерироваться просто сразу же циклом for все будет работать до тех пор пока вы не попадете на каталог защищенный на чтение после этого вы просто упадете с null pointer exception и будет непонятно что произошло ну потому что цикл for он естественно разыменовывает тот массив который у вас там используется вот на этом месте я думаю мы прервемся спасибо что слушали и еще минут 5 я здесь побуду поотвечаю на ваши вопросы файл-дескриптор вообще в java есть такой класс прям файл-дескриптор вот ну он в себя инкапсулирует непосредственно файл-дескриптор операционной системы то есть вообще так называют некоторую ручку как правило это число которое идентифицирует файл внутри операционной системы как правило эти идентификаторы уникальны внутри вашего процесса если вы там пишете на си вы можете непосредственно с ними работать там используя системный вызов open например он вам прям этот файл дескриптор и вернет кроме того есть вот стандартные потоки с которыми ваша программа запускается стандартный поток ввода вывода и стандартный поток ошибок у них файловые дескрипторы соответственно там 0.1.2 по-моему всегда в любом процессе такие вот ну в общем это такая низкоуровневая ручка по которой идентифицируется файл в операционной системе как правило если вы пишете на java вы с таким низкоуровневым аппи обычно не работаете ну я не знаю что должно случиться чтобы вас не устроили стандартные API и вам пришлось вот спуститься и вручную работать с файл дескрипторами потому что ну вам не нравятся те абиодки которые java предоставляет вот ну понятие такое конечно знать нужно на 33 слайде тут все еще лямбда разница вот между 32 и 33 на 32 мы захватывали параметр то есть по факту эта лямбда захватила просто конкретное число типа int ну там когда сгенерируется динамический класс по этой лямбде в нем там будет поле в котором будет просто храниться этот int файл дескриптор и этот int передаться в метод free когда мы собственно вызовем эту лямбду когда мы сделаем вот так когда в этой лямбде захватится непосредственно экземпляр my file вопрос как улавливать жесткие ссылки но в простых случаях статическим анализом говорю вот в этом простом случае вас IntelliJ предупредит вот возможно есть более продвинутые статические анализаторы которые другие случаи могут покрыть в более сложных случаях когда утечка все-таки произошла это динамический анализ а вы имеете ввиду про жесткие ссылки в файловой системе насколько я понимаю файловая система сама предоставляет только такой API во-первых по файлу вы можете узнать количество жестких ссылок на него ну если она одна значит других жестких ссылок нет все хорошо тогда никто другой не может быть жесткой ссылкой на ваш файл во-вторых вы можете все-таки узнать по двум путям являются ли они ссылкой друг на дружку но вы не можете канонизировать жесткую ссылку никаким образом либо вы не можете по одной жесткой ссылке получить все остальные жесткие ссылки которые указывают на тот же самый файл ну просто нет такой возможности это по сути дела задача такая что у вас есть объекты вы должны узнать все другие объекты которые на него ссылаются но это вам нужно всю кучу перебрать в данном случае вам придется просто перебрать всю файловую систему то есть она не хранит напрямую обратные ссылки по крайней мере ну вот такие классические файловые системы может есть какие-то более хитрые вот какая-то работа с жесткими ссылками есть в новом API мы на следующей лекции можем посмотреть да хранится только количество ссылок и не хранятся какие именно ссылки совершенно верно и эти все ссылки равнозначны то есть если вы у вас была одна один просто файл вы сделали там ln full bar например то у вас получилось full и bar и они обе равнозначны каждый каждая из них просто ссылается на один и тот же i spot и в них просто хранится что ну теперь две жестких ссылки вы любую из них если удаляете количество жестких ссылок в i node просто уменьшается становиться равная 1 누나 сохраняется то есть когда вы удалили любую из них вы не знаете где находится вторая только когда вы удалили последнюю количество жестких ссылок уменьшается до нуля и файруха знает чтоstation можно удалить вот собственно все очень просто обычный так называемый сборщик мусора с подсчетом ссылок вот так ну я думаю мы должны уже завершаться потому что скоро видимо у вас будет семинар если он будет во всяком случае наше время истекло спасибо еще раз что слушали встретимся через неделю